Причем за каждую следующую играл больше матча, чем за предыдущий уровень. Правым флангом Баленсия идет вперед на Виас. И посмотрите, какой момент и счет матч открыт. Хосе Гвардиола. Да уж, конечно, такого он не ожидал. Начало от своей команды. Пабло Пьяти, аргентинец, открыт счет. Вальдес, по-моему, еще до того, как мяч оказался в сетке, успел вопросительно развести руки в стороны. Ну, где же вы, мои центральные защитники? Не было никого, действительно. За спиной оказался у Пике Пьяти. Маленький Монтоя тоже здесь не подстраховал. Вальдес, правда, наверное, мог бы на выходе как-то сыграть почетче. Побежал немного не в ту точку развернуть атаку по-другому. Могла бы Валенсия встретиться с своим лучшим бомбардиром на протяжении пяти сезонов подряд. С 2005 по 2010 год. Давид Вилли теперь играет в Барсе, но Давид Вилли надолго выбыл. Месси должен забивать, конечно, 1-1. Да, ну, так дарить мяч Лео Месси... Это... Авантюра. В исполнении защитников. Смотрите, еще раз, в принципе, ничто не предвещало. Да, прострельная передача, но уж очень неаккуратно играет здесь. Месси вышел 1-1, подождал еще, посмотрел, что будет делать вратарь. Со второго отскока по низкому мячу, то есть, когда он был почти на газ. Болельщики испанских команд к произношению, фамилии игроков. Но здесь тоже Кошта, в принципе, чему бы и не говорить так. Он же португалец. Но так же, как бразильца в Валенсии называют Фонос, так же и Рикардо Коста. Опять свистит публика. Какая-то ей не нравится в действиях арбитра. Сеск пришел поговорить. Еста пришел поговорить. Но это не тот эпизод, о котором они говорят. А вот это уже тот. А дилер Ами вырезается в четвертого номера Барсы. Сеска. Так что моменты еще будут. Сеск. Бускец. И Абидаль. Прекрасный пас Месси. Нет, вратарь не забрал мяч. Казалось, что уже все. Казалось, он его держит в своих руках. Но держал не твердо. Формально, может быть, Месси, кстати, и нарушил правила. Надо посмотреть, что было с мячом в тот момент, когда Месси бил по нему ногой. Если галкипер его касался рукой, то считается, что он мячом владел. Но давайте посмотрим еще раз. Смотрите, какая опять в две передачи вскрыли все. Нужен более крупный повтор, чтобы разобраться. Но, по-моему, рукой все-таки не касался. Вот здесь, наверное, будет видно. Пять с половиной минут до перерыва. 2-1 Барселона впереди. Дубль Месси и гол Пабло Пьяти. И, в общем-то, я бы даже сказал, что еще 3-1, пожалуй, смотрелся бы правильнее. А может, он и будет сейчас. Перекладина пока что спасла. После удара Сеско. Сколько моментов Барселона создает. И опять нет положения вне игры. Опять защита Валенсии выстроилась линией. Тишина сразу же на Камп Ноу. Пока есть возможность показывать повторы опасных моментов. Давида Вилью, я надеюсь, вы узнали без моей помощи. Ну, я не думаю, что Сеско сделал это специально. Сильные и солидные команды стараются таких моментов не допускать. Но затем все в одну сторону было, как и сейчас. Продолжается, судя по всему, удар Алексиса Санчеса парирует. Рикардо Кошта вышел вместо получившего травму Мигела. А вот сейчас я смотрю, уже и Кошта-то нет. Удар в дальний угол. Вытаскивает мяч Диего Алвес. Сольный проход Сеско. Фабрегаса и... Как и есть, Пуёль на газоне. Удар иньесты. Пуёль побежал с арбитром разговаривать. Первым таймином показывали, как с ним ведут борьбу защитники. Ну, действительно, здесь руки были задействованы. В борьбе. Так что, теоретически, арбитром Мокбана упустили. Ну, и у Валенсии тоже отрывы, дано, большие. И у Валенсии, в отличие от Барселоны, теперь уже нет и Кубка Короля. Как она превосходит своего соперника. Это при том, что, ну, кроме Месси, я думаю, вряд ли кто-то из них играет близко к своему предельному уровню. Подача Месси! Перекладина отняла у него хет-трик сейчас. Было бы очень красиво забить такой гол. Такие мячи все-таки не часто забивает Месси. Хотя мы помним, что он из таких положений рукой умеет забивать. Но здесь опять вратарь выручил. Просто гениальный какой-то матч играет Диего Лопес. Как бы не получилось так, что он будет признан лучшим вратарем тура, а Валенсия, например, без соперников сильнее и намного сильнее. Но я, правда, надеюсь, что Валенсия не будет вести себя так, как Чизора. Сеск, пас на свободное. Можно, можно, можно сделать здесь третий гол. Удар! Еще удар Сеска! Это заявка, я вам скажу, на стажировку в НФЛ. В Барселоне была команда по американскому футболу. И у нее даже были такие братские отношения с самой Барселоной. Команда называлась Барселона Дрэгонс. Играл, кстати, Тина Коста. Наконец-то Валенсия пришла к чужой штрафной. И удар. И Пике отправляет мяч на угловой. Бил алжирец Софиан Фигули. В 2010 году пришел из французского клуба Гренобль. Он не родился, кстати говоря, во Франции. Ну, алжирцами во Франции никого, наверное, не удивишь. Так же, как и в команде. Но не ценой возможной потери игрока. Тельо, а вот как хорошо он обыграл. Еще удары. Месси делает хет-трип. Но это должно было случиться. Просто по теории вероятности. И даже то, что Барселона порят голевые моменты. И сейчас, в принципе, Тельо свой не использовал. Но есть же гений. Есть же лучший футболист мира. Я, кстати, понимаю, что немножко ошибся сказать, что Себастьян Феттель так же успешен в своем деле, как Леонель Месси в своем. Месси до двукратного чемпиона мира еще пылит и пылит. Но, с другой стороны, все-таки сравнивать звание чемпионов мира в футболе и в автоспорте нельзя. А если брать понятие лучший гонщик, то, конечно, Месси действительно лучший. Может быть, не три года подряд, но он все-таки лучший. Третий мяч его в сегодняшней встрече. И, судя по аплодисментам, меняют... Нет, не его. Меняют Цеста. Три защитника вокруг него, но уже слишком нагло пожалел себя Месси. Пас на Тейлио. Надо забивать просто четвертый гол. Тейлио не справляется с этой задачей. Вратаря обвел, а в створ не попал. Да, Барсона играла, конечно, на победу с счетом 11-1, я думаю, уже. Немножко хулиганство. Футбольного Месси стартует. Пас. Выход. Будет покер. Лео Месси. 4-1. Вот это, конечно, матч короля настоящего. Кристианчик, я передаю тебе пламенный привет. Как будто хочет сказать Лео Месси. И я думаю, что заголовки типа Месси, Валенсия 4-1 тоже будут иметь Месси в газетах. И право у них на это есть. Просто космос какой-то. Это на самом деле очень похоже было на хоккей. Месси, наверное, и понятия не имеет о том, что такой вид спорта существует. Ну, кроме завершающего уже действия. А убегал-то и так чисто в хоккейном варианте. Лео, ну и поиздевался над вратарем. Вот, наконец-то, и Хави. Не так серьезная его травма, чтобы не показать. Хави, Месси. Сжалась опять в центр Валенсия. Посмотрите, как в фланге, на самом деле, у нее плохо. Пятый. 5-1. Как плохо у нее работают фланги. Там остался один игрок. И если в предыдущих ситуациях Месси все время отдавал эту передачу, то теперь решили сыграть по-другому. И все равно получилось удачно. Это Хави. 5 минут всего он находится на футбольном поле. Внешней стороной стопы просто перекинул мяч через вратаря. Здесь Адилер Амин. Разгружал вагоны своей штрафной площадки.